Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Как установить World of Tanks к вам на компьютер? Почему я решил заснять такое видео? Потому что несколько активных подписчиков активно меня просят о том, чтобы я показал, как установить специальные моды от Джова в World of Tanks, для того, чтобы сделать некоторые модификации в этой классной игрушке. Поэтому, конечно, логично сначала снять видео о том, как же установить World of Tanks к вам на компьютер. Итак, давайте приступим! Итак, переходим на официальную страницу World of Tanks World of Tanks.ru Здесь мы с вами берем игра, берем скачать игру. Итак, нажимаем скачать игру. У нас с вами скачался инсталляционный модуль, запускаем его. Нажимаем настройки. Выбираем путь, куда нам необходимо установить World of Tanks. Можно оставить в пути по умолчанию, а можно выбрать любой другой диск. Здесь у меня 35 гигабайт всего доступно. Этот диск у меня используется для системы и важных файлов. Для игр и других программ я использую другие диски. Нажимаю вот сюда. Выбрать путь. Выбираю диск G. Создаю папку WT World of Tanks. Окей. В эту папочку у нас с вами установится наш Game Center. Здесь, смотрите, доступно 221 гигабайт на SSD. Беру установить. Так, идет установка. Запустился Game Center. Он предлагает установить игру на другой диск, на диск S, на котором больше места. Игра будет занимать 54,94 гигабайта. Доступно 7 терабайт. Я выберу другой путь. Выберу диск G. Вот этот вот. И папочку WT. Нажимаю выбор папки. Вот сюда мы с вами установим World of Tanks. Обратите внимание, что займется в системе 55 гигабайт. Округлено 55 гигабайт. Это очень важно. Если на вашем диске C мало места, вы должны очистить место, либо подключить к системе другой диск. И установите уже эту игру на другой диск. Нажимаю принять и установить. Разрешаю доступ. Посетим. Нажимаю разрешить доступ. Так, отлично. Происходит загрузка нашего приложения. Смотрите. World of Tanks. Так, необходимо создать аккаунт, чтобы начать играть. Так, мы с вами создадим аккаунт сейчас. И, конечно, необходим аккаунт Wargame.net. У меня аккаунта сейчас нет. Нажимаю нет. Открывается страница ru.wargame.net. Итак, здесь мы можем с вами зарегистрироваться и начать играть. Можем войти через социальные сети Google, Facebook, ВКонтакте, либо Twitch. Давайте мы с вами просто сделаем по-простому. Через e-mail ввожу какой-нибудь пароль. Обратите внимание, что минимальная длина 6 символов, и можно использовать только латинские буквы, цифры и знак нижнего подчеркивания. Никакие специальные символы используют в пароле нельзя. Так, давайте введем картинку, подтверждаем, что условия принимаем и нажимаем продолжить. В почту должно прийти письмо для подтверждения нашего e-mail. В почте нажимаем вот эту ссылочку завершить регистрацию. Отлично. Наш аккаунт Wargame.net создан. Здорово. Теперь мы можем с вами залогиниться и, конечно же, использовать это в игре. Нажимаем здесь крестик. Так, нажимаем вот сюда войти и пишем нашу электронную почту и наш пароль. Нажимаем запомнить меня. Нажимаем войти. Отлично. Мы с вами залогинились. Теперь нам необходимо дождаться загрузки нашего, конечно же, приложения, нашей игры World of Tanks. Итак, загрузка подходит к концу. Заняло это где-то минут 20-25, наверное. Отлично. Игра World of Tanks успешно установлена. Давайте нажмем на эту волшебную кнопку «Играть» и проверим, что у нас с вами получилось. Разрешаем доступ через сеть, нажимаем «Разрешить доступ» и возвращаемся к нашей игре. Принимаем лицензионное соглашение. Наведите прицел на противника и стреляйте. У нас подробнее. Пробитие. Пробитие. Уничтожен. Есть, пробитие. Уничтожен. Пробитие. Есть, пробитие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь у нас с вами должно загрузиться еще 10 гигабайт, и тогда у нас с вами качество графики в нашей игре сильно возрастет. Давайте мы с вами так и сделаем. Дождемся окончания загрузки и перезапустим нашу игру в новом клиенте, чтобы качество графики нашей было лучше. И так, теперь у нас с вами установилась актуальная версия игры. То есть в настройках игры теперь мы можем с вами выбрать тип клиента HD. И качество текстуры, и качество графики будет у нас с вами очень здоровское. Окей. Теперь нажимаем кнопку «Играть». Итак, давайте мы с вами улучшим качество нашей графики. Нажимаем сюда на шестереночку. Берем настройки. Берем графику. Графика стоит уже ультра. Берем разрешение экрана. Выбираем 1920 на 1080. Берем применить. Сохранить. Окей. Так, давайте посмотрим расширенные настройки. У нас с вами здесь везде стоит максимум, везде стоит ультра, ультра. Везде стоит максимум. В принципе, довольно качественная графика должна быть теперь. Экран, частота обновления, пускай будет так стоять. Окей, берем. Окей. Теперь у нас графика стала вот такая. Смотрите, насколько более качественная графика стала. Здорово, да? То есть в такую графику уже более интересно играть. Так, нажимаем «Исследовать» и изучаем новую модель. «Исследовать». Модуль успешно исследован. Теперь его можно купить и установить. Покупаем его. Модуль куплен и автоматически установлен. Здорово. Так, вернемся назад. И можем нажать с вами «В бой». Пусты скроют вас от противника, если вы не стреляете. Не стреляйте, иначе обнаружите себя. Вас обнаружили. Помните, стрельба вас демаскирует. Пробитие. Есть пробитие. Уничтожен. Не стреляйте, иначе обнаружите себя. Пробитие. Есть пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...